Матильда Чичи Ощербаковой. Молодая девушка не может интерпретировать глубокую классику. Десятикратная чемпионка Италии в танцах на льду Матильда Чичи прокомментировала прокаты Анны Щербаковой и Луны Хендрикс на Гран-при Италии. Анна была великолепной, очень элегантной, непосредственной, улыбчивой. С прыжками нужно немного поработать. Но я думаю, у нее есть потенциал для большого успеха. Ошибка на каскаде. Я думаю, ей нужно внести небольшие технические улучшения. Она отличная спортсменка с большим потенциалом, очень хорошая техника и за ней приятно наблюдать. Видно, что у нее отличная школа, сказала итальянка. Матильда уверена, Луна Хендрикс и Анна Щербакова, равные сопернице, но есть нюансы. Я посмотрела прокат бельгийки Луны, и должна признать, что увидела полноценную спортсменку, возможно, более физически зрелую. Она прекрасно интерпретировала неаполитанскую песню. Мне нравятся ее выходы из прыжков, с большой безопасностью, чистотой и мягкостью. Она более женственна, чем Анна. На мой взгляд, Анна и Луна практически равны, как фигуристки, я бы отдала первое место им обеим. Единственное, в чем Анна уступает бельгийке, это музыкальное сопровождение. У Анны, The Song of Distant Years Кирилла Рихтера, у Луны, композиция памяти Каруза. Вы знаете, я считаю, выбор музыки очень важен, наряду с прыжками. Популярную музыку гораздо легче интерпретировать. В короткой программе я заметила, что Луна делала все возможное, чтобы проявить себя и заинтересовать публику. Кажется, я помню Катарину Витт, которая не делала больших прыжков, но благодаря толковой интерпретации завоевывала симпатию публики. Эта музыка немного сложна для Анны. Я считаю, сопровождение очень важно в фигурном катании. На своих Олимпийских играх я выбрала Тарантеллу Рассини, Ноктюрн Шопена и Канкана Фембаха. Не будем забывать, что они молодые девушки и не могут обладать зрелостью женщины, чтобы сердцем и душой интерпретировать очень красивую и глубокую классическую музыку, потому что эти композиции очень требовательны и сложны для них. Для своих спортсменов я всегда выбирала музыку, которая легко запоминается и легче интерпретируется, отметила Чичи. Итальянка также раскритиковала фантастическую идею тренера Александра Жулина, предложившего добавлять фигуристкам баллы за возраст. Это не кажется хорошей идеей. Фигуристкам нужно время, чтобы повзрослеть, а не не машины. Каролина Коснер, пока была очень юной, но неопытной, каталась неуверенно и роняла решающие прыжки, очень нервничала. Как только она преодолела возраст 20 лет и набралась уверенности, осознание своего тела дало ей больше возможностей для интерпретации, и уверенность пошла в гору. Я повторю. Спортсмены – люди, а не роботы. С возрастом ты больше совершенствуешься и дольше можешь кататься, становясь все лучше и лучше. Вы помните великих чемпионов Олега Протопопова и Людмилу Белоусову. Они соревновались до 35 лет, всегда побеждая. Это пример зрелости и мастерства. Это же можно сказать и про Людмилу Пахомову и Александра Горшкова, великого спортсмена и моего самого дорогого друга. Они выступали много лет. Я понимаю, что теперь техника изменилась, но при этом тренеры максимально используют физические возможности молодых спортсменов, рискуя сжечь их время и максимально сократить карьеры, – заключила Чича. После короткой программы на Гран-при Италии лидирует Луна Хендрикс. С минимальным отставанием Бельгийку преследуют Майя Хромых и Анна Щербакова. В Турине произошло революционное событие. Российские фигуристки проиграли короткую программу на Гран-при. Правда, по итогам первого дня обычно важнее отставание, чем место, так что Майя Хромых и Анна Щербакова отнеслись к промежуточному поражению от бельгийки Луны Хендрикс спокойно. Но назвать их эмоции от оценок положительными явно нельзя. Хуже всего было Софья Самодуровой, которая заняла девятое место с результатом 58,68 балла. Чемпионка мира Анна Щербакова, выйдя в микс-зону к журналистам, отвечала на английском, если на нем спрашивали. Говорила о сложностях отключения разума во время проката. Я недовольна своим выступлением, потому что сделала несколько серьезных ошибок. Это была не техническая ошибка, а что-то в моей голове. Каждый раз я нервничаю, но в этот раз как-то слишком много думала о выступлении. Что было в голове, когда вы решили изменить каскад? Этери Георгиевна говорила мне, что я слишком много думаю. Этот каскад я могу сделать из любого, даже неудобного положения, он хорошо натренирован. Я просто слишком много думала, чтобы сделать его лучше, а надо было идти и делать. Прыгала двойной тулуп, чтобы не остаться без каскада. Витбергер хотела прицепить, но не получилось что-то на приземлении с Лутса. Добавила тулуп, чтобы не было большой потери баллов. Если сравнивать этот турнир с тем, что был два года назад, есть ли какая-то разница? Я прекрасно помню, как выступала здесь на финале Гран-при. Вчера вспоминала свои ощущения на тренировках и на льду. Сейчас я понимаю, что многое изменилось. Раньше я нервничала даже на обычных тренировках. Сейчас все более спокойно. И когда я иду по коридорам, то многое для меня знакомо. И это здорово. Вы говорите о нервах. А вы чувствуете себя лидером среди молодых фигуристок в России? В России есть очень много спортсменок высокого уровня. Каждый год ты должен доказывать свое место. Ты не должен думать, что ты уже лидер. Я на одном уровне со всеми, кто выступает в первый раз и кто уже опытный. Последний сезон придал мне много уверенности. Но сейчас я не думаю о нем. В каждом сезоне новые соревнования, все по-новому. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала короткую программу Анны Щербаковой на Гран-при Италии в Турине, где она показала третий результат. Безусловно, если бы Аня не совершила ошибки, она бы выиграла короткую программу с большим отрывом. Но даже с ошибками она получила достаточно высокие баллы, позволяющие ей занимать третье место при маленьком отрыве от первого. Аня имеет рейтинг, имеет имя, прекрасно катается. Но в спорте бывают такие ошибки даже у профессионалов. Тем более, как мы знаем, Аня восстанавливается после травмы. Будет ли первое место за нами? Я очень на это надеюсь. Также Инна Гончаренко прокомментировала короткую программу Майи Хромых на Гран-при Италии в Турине, где она показала второй результат, уступив бельгийке Луни Хендрикс 1,48 балла. Мне очень понравился прокат Хендрикс, но для меня ее первое место стало полной неожиданностью. Мне больше понравился прокат нашей Майи. Чего не хватило Хромых для первого места? Возможно, не хватило ритмики. Судьи и специалисты должны ее побольше узнать. Я видела более уверенные прокаты у Майи, чем в Турине. Мне показалось, что она себя немного придерживала, перестраховывала. Прокат был чистым, хорошим, без каких-либо технических помарок и огрехов. Но большой вопрос в том, что лучше, а что хуже. Для кого-то первое место в короткой программе висит, как Дамоклов меч. Медаль близка и присутствует излишняя нервозность перед произвольной программой. Желаю Хромых, чтобы второе место в короткой программе было для нее стимулом и ни в коем случае не поводом для расстройства. Короткая программа – это жеребьевка. Все наши девчонки могут бороться за первое место, сообщила Гончаренко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!